Добро пожаловать на канал Умелый Терем. Сегодня хочу вам рассказать о своей клумбе под шубкой. Я, конечно, клумбу свою, как обычно, загустила. Когда весной высаживаешь, вроде бы и оставляешь пространство, и знаешь, что будет густо. Но по весне сначала кажется, что, ой, пусто, ой, будет, ничего не будет, не вырастет. Поэтому, как правило, загущаю. Если вам удается себя контролировать и не делать такую густую клумбу, поделитесь. Оно, вроде бы, как красиво. И, если честно, мне нравится, но густовато будет. Поэтому постараюсь в следующем году себя как-то сдерживать, возможно. У меня здесь и петунии, и колиусы разные, колиусы вегетативные. И анютины глазки, бедненькие, здесь зажатые, к сожалению. Вот. И многолетние анютины глазки. И хризантема мультифлора, которую я выращиваю. Правда, еще первый год она тоже разрослась довольно сильно. И вот такой вот колиус мне очень понравился. Это ампельный колиус трейлинг. Стробери или клубника, если перевести на русский. Вот она тоже очень хорошо разрослась. Смотрите, ну, если бы я ее высадила раньше, высаживала уже в конце июня, то она бы, наверное, тоже разрослась не хуже Тайдала. Ну, вот, потому что очень красивая и очень много места занимает. Очень мне нравится. Вот. А вообще, когда весной высаживаю цветы, после этого мы клумбу мультируем. Мультируем сеном. Вот. И практически, ну, вот, вырос немножко сорнячок, но практически здесь нет сорняков. И всем цветам достаточно питания, потому что под мульчи идет процесс. Там микроорганизмы работают и доставляют нужные питательные вещества цветам. По их развитию я вижу, что им, в общем-то, всего достаточно. Закладываю я мульчу таким большим слоем, сантиметров, ну, примерно 10 стараюсь, чтобы заложить один раз и больше не трогать. Поэтому сена идет даже на такую небольшую клумбу довольно много. Но зато потом я к ней, в общем-то, не подхожу. Ну, разве где-то полюбоваться? Ну, или где-то немножко оборвать вот у питуньи, где-то отсветшие бутоны. Ну, в общем-то, я этого почти не делаю. Очень-очень редко. Вот это у меня опера парпу. Вот, а это еще один интересный колиус. Плюсы у такой клумбы есть. То, что, в принципе, можно обходиться без удобрений. Но и минусы, к сожалению, тоже есть. Это муравьи. Вот совладать с муравьями у меня пока не получается. Не скажу, чтобы они слишком докучали растениям. Но, тем не менее, все-таки они есть. Поэтому вот такой минус. Но под мульчей очень рыхлая почва. И достаточно питания. Поэтому вот такая клумба в шубке у меня есть. Здесь тоже вот так вот в шубке растут цветочки. И, в принципе, мне очень нравится такой способ выращивания цветов. Ну, единственное, что осталось научиться не загущать клумбу по возможности. Но всегда весной кажется, что она будет пустая. Этого очень не хочется. Ну, вот таким своим опытом я поделилась. Если было интересно, буду очень рада. До встречи в новых видео. Пока. До встречи в новых видео.